МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чоко, парень, ты готов знакомиться с Луной? Ой, она там уже воет, просится сюда. А есть у нас те, кто пропустил предыдущие выпуски? Если так, то хочу сказать, что у меня новый питомец. Вот он, шоколадный заяц, зовут его Чоко. Как он появился в моем доме, ссылка на видео в описании. Да? Слышишь? Интересно? Так, ты остаёшься здесь. Я сейчас иду за ней и будем знакомиться. Постелила старый коврик, он уже его пометил, всё чётко. Нормально, старые коврики, всё можно. Поэтому хозяйка спокойна, её нервы тоже. Пойдём за Лункой. Лунька, интересно? Ой, ты даже себе не представляешь, что ты сейчас увидишь. Первое знакомство через дверь. Ой, что там дверь заклинила? А ну, заходим. Заходим, проходим. Давай, 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 не стесняйся. Проходите, проходите. Давай, давай, давай. Так. Ну что? Кто кого крупнее, смотрите, как у него стала шерсть дыбом. И у неё, кстати, тоже стала. Да, это он там написал, представляешь? Но коврик старый, всё нормально, не расстраивайся. Я не расстроилась, ты не расстраивайся. Знакомься с его запахом. А он знакомится с её запахом. Кто это, Лунька? Вот это да. Знакомься, это Чоку. Сайтик, что ты скачешь? Танец начался. Так, начались игрули, игрули, игрули. Приветули. Наконец-то вы будете друг друга утомлять. И не будете меня трогать. Лунька. Ай, он счастлив, а ему нравится. А Лунька в шоке, гляньте на эту девульку. Херески, я за вами не успеваю. О, он гавкать умеет, слышишь как? Кстати, вы ровесники. Вот здорово собакам. Лунька, тебе не надо испанский учить. Вы на своём собачьем будете разговаривать. Ой, ну всё. От это довольная. Самая лучшая игрушка, которая когда-либо покупалась собаке, это вторая собака. Вот ничего лучше нет. Я вам говорю. Чок, а ты счастлив? Ты рад? Ай, какой счастливый мальчик. Лунька, пугает он тебя, да? Напугалась немножко. Так, дай же я его тоже реакцию засниму, а то только ты в кадр попадаешь. Где ты там? Чок. Я ему вообще неинтересно. Сто лет сдалась. Тут есть такая красавица мраморная. Девчуля, зачем им какая-то новая хозяйка? У него есть теперь любимка. Кайфули словили, да? Раньше думал я, что нет любви на свете, что любовь бывает в сказках да в кино. А недавно вдруг одну девчонку встретил, и планета закачалась подо мной. С той поры, и я поверил в чудеса. Лунька, закрызет тебя сейчас. Я любил, а почему, не знаю сам. Ей же лучше, некрасивее и умней. А я ее люблю, ее одну. Я на других теперь не гляну. Косуба шедший на светанник не бегу, и ничего с собой поделать не могу. И ничего с собой поделать не хочу. Уши аж покраснели. Смотрите, какие розовые уши. Так, осторожно, там вообще-то гитара. Поцелуйчики какие-то в щечку происходят. Чувака, что ты? Классный парень, да? Все, вот это дружба на века. Ой-ой-ой, поцеловашки тут. Что, Чока, ради этой встречи стоило весь путь домой пережить, да? Конечно, стоило. Ты счастливый? Давайте еще посмотрим на реакцию нашего кота. Чоко, как тебе наш енот? Енот вначале даже не понял, что это другая собака. Молодец, тебе уже нервная система закаленная. Тебе уже все все равно. Но самое смешное, что они сами придумывают себе игры. Пять минут назад у них была борьба. Как будто они за титул боролись. Сейчас Луна взяла палку. И они грызут палку. Причем вместе. Вначале отбирали друг у друга, а сейчас просто наслаждаются ее хрустом. Да, Чоко, ты наслаждаешься? Классно быть не одному, а жить с собакой, скажи. Нет большего счастья для собаки, чем еще одна собака рядом. С ней он может проявить свою настоящую сущность. Потому что, когда собака живет среди людей, то, ну, согласитесь, это не может быть полноценной собакой. Мы ставим их в свои рамки, границы, навязываем свои правила. И только, когда они вдвоем, они могут расслабиться и быть самими собой. Раньше думал я, что нет любви на свете, что любовь бывает в сказках да в кино. А недавно вдруг одну девчонку встретил, и планета закачалась подо мной.